Всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и это свежий выпуск новостей мира TheIsleEvrim. В прошлом выпуске новостей мы говорили с вами о диетах травоядных и я немного рассказал вам о диетах хищей. Знаю, многие ее уже тестили, кому-то что-то непонятно было, да и мне самому были непонятны некоторые моменты, но все-таки более-менее поиграв на стриме мы с вами разобрались. Ну что же, поехали. Питание хэтча. Начиная с самого маленького возраста ваш динозавр может питаться абсолютно всем. Плотью любого динозавра, но тут я сделаю оговорку сразу. Помните? Никакого каннибализма. Да, эта функция включена, но единственная пока она кого не касается это карнотавра. Но при полном выходе патча ее уберут и останется у нас стопроцентным каннибалом Дейна Зух, как я говорил в прошлых выпусках. Так о чем я? Ах да. На стадии хэтч и до стадии сабадолт вы можете есть все. Только это не касается Ютораптора. Съедите свой вид, ждите беды. А именно, у вашего динозавра начнутся галлюцинации и падение рассудка. В общем, 100% шизофрения обеспечена. Конечно, смешного мало, так как ваш вид динозавра начнет постоянно сам накусывать ваш тиммейт, находящийся рядом. Так что немного держите дистанцию. А лучше ешьте то, что положено. Ну, если, конечно, у вас совсем нет выхода, то можно немного заполнить ваш желудок едой своего вида. Чтобы уж совсем не откиснуть, ситуация исправляется очень легко. Достаточно съесть плоти не вашего вида. Либо попытаться поймать свежего кабанчика, лягушку или зайца. И штрафы снимутся. Наоборот, вы получите хороший баф. Кстати, максимальный прирост скорости для идеальной диеты теперь составляет 150%. От стадии хэтча и до стадии сабадолт от диеты вы получаете все нужные три нутриента. А вот со стадии сабадолт диета плавно меняется и уже требует охоты на предпочтительный вид добычи, который прописан в статусе вашего дина. И здесь же один тип мяса восстанавливает два нутриента. И один нутриент вы получаете от любого другого вида добычи. Обратите внимание на то, что в статусе диет для каждого хища также прописан определенный вид домашних и диких животных. А то съедите, к примеру, козлика или лягушку, а вам надо питаться кабанами и зайцами. Словите моментально дебаф. Значки для системы запахов перенесены на шкалу компаса. По моему мнению, это достаточно интересно и проще. А также не пожирает лишний фпс в игре. Реки и озер отображены в виде капель на компасе, а мясо подсвечено красным цветом. И что очень удобно, то что на компасе с легкостью можно определить их местонахождение. Искусственный интеллект вроде остался на том же уровне, то есть более трудная охота на них и они хорошо защищаются, нападают на вас. Хотя пару раз я все-таки встречал двух тупых ботов, которые стояли как вкопанные и естественно со своим тиммейтом мы ими спокойно поужинали. Думаю, что в этом видео я не стану пока рассказывать по каждому хищнику о нужной предпочтительной диете в их составе. Так как многие сами сейчас могут спокойно подтестить на серверах. Но если вы, конечно, захотите, то при полном выходе патча полноценного обновления по каждому отдельному динозавру я выпущу для вас видео, где мы разберем все полностью по отдельности. Не только хищей, но и травов. Хочется сделать маленькую поправку на то, что новая система запахов это пока эксперимент. Не факт, что она останется. Вопросы по поводу того, что сейчас все ваши динозавры на серверах не сохраняются после продолжительной игры и его сохранения. А также после рестартов. Разработчик сказал, что да, это баг и он будет обязательно исправлен с полноценной обновой. Да, неудобно, но нужно потерпеть. Коротко от Энонта. Новая механика. Найдите дикую картошку и выкопайте себе сладкий диетический батат. Скажу так, что вся эта новая система диет очень полезна для будущей системы гнездования, которая позволит нам легче растить своих малышей. Диеты птернодона пока неизвестны, но что можно сказать? То, что он тоже будет иметь все три нутриента, и скорее всего в его состав будет входить рыба в основе, мелкие динозавры по типу гипси, дриозавров, черепашки, различные крабы. Относительно пахича, возможно, он одновременно выйдет с системой диет. И, кстати говоря, он отправится к системе питания юторапторов, нежели карнотавров. Но помните, что пахичам теперь нельзя будет просто так положить палец в рот. Кто-то на стримах мне уже говорил, что они встречали компсогнатов. Я их, к сожалению, еще не видел. С уверенностью скажу, да, они есть, но встретить их на карте не очень легко, и они работают сейчас не в полной мере. Еще интересная плюшка, про которую я вам хочу рассказать, это то, что в будущем добавят похудение Дина. То есть, если ваш динозавр будет иметь низкий уровень голода, животное станет выглядеть худым, и у него начнутся проглядываться ребра. И так дальше по мере его голода. Но это нисколько не значит, что если вы полностью наедитесь, набьете свой желудок до максимума, вы станете жиробасом. На стримах мне многие задавали вопросы, Скай, будет ли спина в игре? На дорожной карте его нет. Но со стопроцентной уверенностью скажу, да, он будет. Источник пока раскрывать не буду. Спросите, когда выйдет? Тогда же, когда и Рекс, 8-9 патч. Если, конечно, планы не поменяются. Надеюсь, что в данном видео я максимально рассказал вам новое из мира и в Риме. И ты обязательно поставишь пальчик вверх. Большой пальчик вверх. Подпишешься на канал, нажмешь колокольчик, дабы не пропускать наши новые выпуски новостей. А в новых выпусках новостей я вам все больше и больше буду рассказывать много интересного. Всем спасибо за просмотр. Всем приятной игры и выживания в мире Айл. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok